Музыка 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вьет! Раз, два, три, четыре, пять! Поделаем бой! Смотрите продолжение в следующей серии. Закрываем треугольник, если угольник получается таким образом, хватаем, помогаем, закрываем, тянем его вниз, сжимаем. Можно сразу начинать с исходного положения отсюда, да, свет открывается. Мы здесь убрали руку, закинули, накрыли, хладая руками голову и только после этого начинаем сжимать ноги. Вопросы? Разбились по парам. Разбились по тридцать раз, вмотайте голову, только после этого начинайте сжимать. Как только все сделали по тридцать раз, встали в упор леда, чтобы я видел, что вы закончили. Идем, пока не закончат турниры. Вторая пара закончилась, быстрее работает. Как только сделали по тридцать раз. Все закончили? Тридцать раз, сажали свои блоки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Завязали по тридцать раз, сажали свои блоки. Сейчас посмотрите, такое зажание, ребят. Мы закидываем ноги, не сразу закрываем треугольник. Сейчас я хочу, чтобы вы просто научились кое-что делать. У меня, я всегда как закрываю треугольник. Я хватаю голову, охочусь за головой. Если я законтролирую, человек уже подняться практически никогда не может. И отсюда я никогда не закрываю треугольник с помощью своих рук. Я всегда своим ученикам подсказываю, хватаем голову, держим голову. После этого я говорю, закрываем треугольник. И основная ошибка, люди начинают отпускать голову, тянуться сюда к ногам. И в этот момент человек спокойно выпрямляется, у них не получается закрыть треугольник. Что я от вас хочу? Я бы сказал, отпустите голову, схватите голову. Но я говорю, просто закрываем треугольник. Держим голову, я хотел, чтобы они делали вот такое вот движение и закрывали треугольник сами по себе. То есть без помощи рук. Я хочу, чтобы сейчас все попробовали делать такое упражнение. Держим голову, правую ногу немножко отводим вправо и с разгона закипываем сюда. И левой ногой не пытаться вот здесь закрыть. Я немножко таз вытаскиваю и отсюда закрываю. То есть все это время я контролирую голову, не даю ему отсюда уйти. Раз, два, снова. Раз, два. Вот, с разгона сюда, с разгона сюда. Раз, два. Когда моя правая стопа приходит сюда, левая нога вот такое движение делает. Видите, она освобождает пространство. Вот так. И еще я левой ногой всегда его подкалкиваю сюда. Я не держу стопу здесь и колено слабыми мышцами не работает. Я убираю стопу сюда и сильными мышцами бедра прямыми работаю, прижимаю его руки. И тогда вот треугольник верху закрывается. Понимаете? Но если я буду так, конечно, он выпрямится и все это не будет работать. Поэтому я должен держать голову. Раз, два. Вот так вот. Они не одновременно. В любом случае первое движение за правой ногой. Понимаете? Правая, потом левая. Правая, потом левая. Правая, потом левая. Просто вот эту моторику я хочу, чтобы каждый по 50 раз отработал. Понятно? Держим голову, не отпуская голову подряд 50 раз. Доводить до сдачи вообще не надо. Человека душить не нужно. Просто научите свои ноги вот доходить вот до этой позиции. Хорошо? Вопросы есть? Стали в пары, приготовились? У нас не приготовились. Сразу стали пару управлять задания. О, 50 раз подряд. Ребята, блин. Я не могу на это смотреть. Держим двумя руками затылок. Кто-то руку держит. Кто-то вообще вот так вот валяется. Че это такое? Я не могу на это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Женя, отзыв, по-любому! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верс, трасс, отзыв! Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как у меня бывает, я очень обновок, я с левой ноги крайне легко закрываю. Очень специфические ситуации. Чаще всего я работаю именно с другимой стороной правой. Здесь у меня было все очень просто. Если я забираю до головы, практически никогда соберник отсюда не уходит. Я всегда невинуемо закрываю рукой, а отсюда вообще никогда никто в жилье не уходил. Но единственные проблемы, которые у меня могут возникнуть, скажем, я накинул его, успел выпиваться, я не сумел законтролировать его голову. И бывает такое, что люди как-то расслабляются, и я поднимаюсь, смотаю голову, кричать. И это опять та же самая ситуация, которую мы только что рассматривали. Я законтролировал голову невинуемо в их расслаблении. Но бывают такие случаи, когда он выпивляется и очень-очень хорошо прокрутирует, не пускает меня туда, я физически не хатер кому-то тянусь на его затылке. Но тем не менее я хочу сделать пилотик. Почему сейчас я вам не могу потянуть? Потому что у него сильная осадка, и мои попытки стянуть его примерно приходится на его лопатку куда-то сюда. То есть у меня плечо рычага не такое идеальное, чтобы его стянуть вниз. Я хочу изменить плечо рычага, чтобы снова завалить его сюда. Я правой рукой хожу сюда, немножко смещаюсь, и делаю так, чтобы мои пятки оказались в норме от затылка. Теперь я колени подтягиваю к груди, добираюсь до затылки, и снова закрываю треугольник. Вот снова. Мы здесь. Начинаем с этой позиции. У нас плотный плотный захват. Левая нога у нас под мышкой. Это фигня полная. Правую руку снова вытащит, и здесь вообще не будет борьбы у вас. У нас плотный захват, плотненький, но я не могу его притянуть и закрыть треугольник. Мне нужно изменить плечо рычага. Что я делаю? Я смещаюсь немножко сюда и выпрямляю свои ноги. Вот таким образом. Я отхожу их. И теперь, как только я оказался здесь, я хочу свой колени к своей груди притянуть. Очень многие почему-то тянут его туда. Вот моя грудь, я притягиваю его сюда и добираю до затылка. И здесь опять все то же самое. Раз, два. И так же душу его довожу до сдачи. Вопросы есть? Посмотрите еще раз внимательно. Мы здесь. Ноги плотно держат, я им даю ему уйти. Ухожу сюда, сюда. И меняю вот так вот свою ногу. Видите, моя нога по этого крючок приходит сюда. И теперь я своими ногами уже тащу его не в эту точку, а получается за затылок. И ему очень сложно здесь его держать позицию. Хватаю голову. Та же история, как в предыдущей отработке. Доволен даже дальше. А ты за что не держишься? Я ни за что не держусь. Я себя немножко толкаю. Не надо. Очень многие пытаются залезть под колено. Нет. Мне просто нужно немножко толкать и сместить себя сюда. Понимаете? После этого притягиваю, хватаем голову, закрываем треугольник. Еще вопрос? Али, вопрос. Когда ты меняешь угол, ты придерживаешь руку, чтобы он плечо не достал? Потому что здесь закрывается у него плечо получается. Ну, можно придерживать, если что-то такого криминального. Просто, ну, на самом деле он здесь не может достать плечо, потому что я вот это место поддерживаю. Потому что, когда он будет его тащить назад, у него локоть закрывается на мою ногу. Понимаете? И вот, я его сразу потяну сюда и закрою треугольник. Ну, ты должен работать так, чтобы он не ушел. Если тебе вот это помогает, пожалуйста. Суть в любом случае в том, что мои ноги должны оказаться над затылком, притянуть его сюда, законтролировать затылок и после этого задушить. Еще вопросы? А здесь карбалка изначальный файл. Принципиально, что ли? Абсолютно, конечно, принципиально. Как ты закроешь треугольник, если ты неправильно скрестил ноги? Нет, ну понятно. Ну, что за вопрос-то? Работаем! Вот, два утра с каждым! Ну, закрой, нормально. Что ты сделал? Скорю! Убор Леша! Здорово! Восемь раз саджались? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! Саджали бойца по переводу. Еще одна ситуация из этой рубрики. Мы здесь, он выпривался. Мы также смещаемся, но он все равно рукой очень плотно работает. Вот это не позволяет мне его притянуть. То есть, ну, вообще не позволяет. Тогда я начинаю менять атаку. Я выпрямляю свою левую ногу и делаю болевую на руку. Еще раз посмотрите. Мы здесь плотно его держим. Ну, понятное дело, я изначально пытаюсь его притянуть, не получается. Он здесь напряженный. Я смещаюсь сюда, тоже пытаюсь его притянуть, но он с этой рукой прям очень-очень сильно меня блокирует. Тогда я левую ногу выпрямляю вот таким образом. Посмотрите, у меня сейчас левая стопа смотрит туда, я хочу направить ее направо. Я выпрямляю левую ногу, не отпускаю крест ног, поворачиваю стопу туда. Хватаю двумя руками его руку, делаю болевой на руку. Руку тащу сюда, поднимаю таз наверх. То есть, его рука если пойдет сюда, естественно, она сломается. Очень часто бывает такое, что, когда я это делаю, он, чтобы спастись, залезает внутрь. Когда я хватаю голову и возвращаюсь в первый день. Сейчас я хочу только рычаг лопки. Хорошо, он поднимается. Мы здесь. Ноги держим плотно. Ребят, если вы хоть на секунду раскрести ноги, все, это не работает. Вот сейчас я, например, учуял себе, то здесь переходить на амбар, я не хочу думать, что нужно отпустить, пойти сюда. Но человек моментально выходит. Это не то, что я говорю. Те атаки, которые я вам рассказываю, они именно вот с этой позиции, где мы его схватили, мы его контролируем и не выпускаем из этого контроля. Смещаемся, смещаемся. Левую ногу выпрямляю вот таким образом. Видите, она полностью прямая. Хватаю двумя руками, поворачиваю пальцы сюда, таз наверх. Вопросы? Приступаем. О, 20 раз! Ребят, соберите себя сюда, честно говоря, пока все очень ужасно. Посмотрите, ребят, внимательно посмотрите на угол моей ноги. Во-первых, ноги должны быть скрещены правильно. Так, как будто бы... Расслабься, расслабься. Так, как будто бы он закрывает здесь треугольник. То есть, если у нас вот так, нам придется открещивать ноги и снова перекрещивать. Изначально у нас нога, которая на шее снизу. Это понятно? Теперь он выпрямился. Посмотрите, все уходят сюда, сделали просто вот так вот и пытаются сделать. Нет. Пока я здесь, чем больше я буду пытаться сделать, тем сильнее я буду сюда вниз спускаться из-за того, что изначально не зафиксировал свой захват. Левую ногу выпрямите полностью и палец поверните направо. Посмотрите, мое колено ему чуть ли не в щелку упирается. Не вот так. Здесь, когда я буду делать, я сам буду спадать обратно. Сделайте вот это движение. Посмотрите, куда смотрит моя левая стопа. Это видно? 90 градусов практически направо. И теперь, не снимая вот этого давления и поворота левой стопы, я делаю рычаг локтя. Здесь же, понимаете, что происходит? Вопрос сколько у вас есть? А ты сейчас не переместился вообще? То есть ты в этом же положении остался? Ты обращай внимание, когда не переместился? Нет. Вот, не переместился, да? Нет, ну до этого, когда ты руку туда просовываешь, ты перемещаешься, как бы относительно его влево. Смотри, вот мы здесь. Вот я просовываю, переместился и сделал. Стас, где я не переместился? Сейчас переместился, а до этого тоже перемещался? До этого тоже перемещался. Я не могу, находясь под ним, выпрямить свою левую стопу физически. Как я это сделал? Посмотри, выпрямляйся, я вот сюда смещаюсь. Вот, вот. Еще вопросы есть? Обязательно да, смотри, его руку нужно повернуть налево. Принципиально она должна сюда смотреть. Здесь не то. Поверните сюда и делайте. Вот сюда, влево. Еще вопросы? Собираемся, ребят. Опять мы здесь, я не могу его притянуть, я начинаю смещаться, выпрямляю свои ноги. Как только я начинаю делать рычаг, он понимает, что ему больно, он сам спасает свой локоть, залезает внутрь. Тогда возвращаемся к первой технике и делаем удушение. Еще раз, он здесь, я начинаю смещаться сюда, показывает рычаг, он моментально заходит сюда, мы закрываем треугольник. Просто делайте то, что отдает вам соперник, понимаете? Если он пытается выпрямиться, выйти, делайте рычаг. Если он пытается защищаться от рычага, ну, залезать сюда, отлично. Закрываем треугольник душу, выигрывайте любым способом, который отдает вам соперник. По 20 раз каждый. Начинаем с рычага, переходим на треугольник. Все, что, повышающие треугольники, свою единственную технику. Как только я узнал о треугольнике, вообще мой прогрет в джи-джи-джи закончился. Саша, молодец. Ребята, пожалуйста, послушайте. Я, честно говоря, не совсем понимаю. Мы уже почти сто раз отработали движение, где мы держим руками голову и без помощи рук закрываем треугольник. И сейчас я до сих пор вижу, как вы, блин, руками пытаетесь помочь, если закрыть треугольник. Для чего вы тогда отрабатывали это сто раз? Чтобы все равно делать неправильно. Но если вас так удовлетворяет, работайте неправильно. Конечно, все отлично. Я бы на вашем месте все-таки хватал голову и работал, старался идеально закрывать треугольник. И мы вообще не мучаемся. Зачем это нарабатывать сто раз? Если просто можно как попало делать. Приходим к платок воды, приходим к себя. Собираемся, ребята. Если у вас какие-то вопросы есть, давайте обсудим. Если нет, то пойдем дальше. Отлично. Построимся. На пожарах, на нет вопросов. Даже будешь с ним приходиться. Ну, по заданию будет борьба. Так. Давайте, Андрей, туда. Тоже ложись. Алексей, сюда. Володя, туда. А Витя, сюда скажем, поднимся. В турнике тоже поднимся. Рома, ложись. Дима, Витя, тоже ложись. Сейчас такое задание. Придем сюда. Посмотрите. У нас будет очередь. Борьба по заданиям. Первый номер идет. Смотрит. Мы будем сейчас по заданию подходить. Заходить в треугольник. Но не полностью закрыт. Нормальный треугольник, чтобы моя нога одна была под мышкой. То есть, вот это не то, о чем я говорю. Он сразу руку вытащит и вообще борьбы не будет. Вот. Мы начинаем отсюда. Он выпрямился. Мы здесь. Задача моя сделать так, чтобы я выиграл. Ну, короче. Зарезки его до задачи. Либо рычагом локтя, не открещивая ног. Либо закрыть треугольник, задушить. Если я открестил ноги, я проиграл, я иду в конец очереди. Он ложится, теперь его очередь. Если я выиграл, скажем, сделал сдачу. Закрыть треугольник, сделал сдачу. Он идет в конец очереди. Я жду следующего. Работа ровно по заданию. Есть люди, которые не поняли все задания? Отлично. Все остальные, пожалуйста. Вот первый номер. Подходит, садится. Ты тоже подходишь. Разберись, разберись по партнерам. С очереди двигаемся сюда. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Любой человек, у кого травма, может за задание не участвовать. Пожалуйста, двигайтесь. С очереди должна быть, значит, вот отсюда. От этого столба. Продолжение следует... Поехали. Вот сейчас я рисковал орешками. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Один, восемь, семь.